Кто-то нашу тему уже назвал экономикой и финансы. Но, в общем-то, у нас, конечно, сегодня не лекция о финансах. И это не наша тема в смысле краснодарцев, а наша в смысле всего лагеря тема, наша с вами тема. Потому что сюда мы приехали в лагерь, чтобы вникнуть в Слово Божье, чтобы порассуждать, как нам с вами правильно строить свою жизнь. Перед вами плакатик такой, вот мы приготовили, очень с уютной атмосферой. Ну, не знаю, нашим всем нравится. Думаю, что вашим тоже понравится. И здесь отображена семья за ужином и семейным ремеслом. Хочу немножко сказать о плакате. Когда мы выбирали из тех картин, которые есть на тематику о семейном труде, то, в общем-то, из современных картин выбрать было нечего. Я думаю, что сегодня мир, он утрачивает то, о чем мы будем сегодня говорить. Он теряет то дорогое, что, в общем-то, может быть, естественным путем сохранялось в прошлом. И сегодня среди современных семей, к сожалению, думаю, что очень редко можно встретить подобную картину. Братья и сестры. Текст, который я буду читать, он отображен вот здесь. Это первое послание фессалоникийцам. Четвертая глава, одиннадцатый стих. Часть десятого и одиннадцатый. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Еще есть стих, где апостол Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился жить, научился всему. Когда-то я вот запомнил такой значочек, видел у одного юнца на груди. Не учите меня жить. Одно время в Краснодаре много продавались такие значки с кричащими фразами. И вот я увидел такой значок, запомнилась мне эта фраза. И вот сейчас, когда готовился к теме, я вспомнил, думаю, все-таки не может, не мог человек в то время уже уметь жить. Не можем и мы сегодня с вами полностью уметь жить. Один мой друг, ему уже за 30 лет, у него, в общем-то, с финансами, у него с материальной жизнью, ну, можно сказать, что все в порядке. У него большая семья уже, он строит большой дом, машина у него хорошая. Однажды я захожу в собрание, подхожу к нему, он сел так на лавочке, щеки подпер кулаками. Вот я с ним поздоровался, спросил, почему он грустный такой, а он мне говорит, не умею я жить. Устал очень сильно от работы, устал очень сильно от всей суеты, которая его окружает. И вот, ну, достигнув такого пика усталости, наверное, или отчаяния, он так вот по-дружески мне сказал такие слова, не умею я жить. Вообще, это очень хороший брат, думаю, что даже из краснодарцев никто не подумает, о ком я говорю. Но, братья и сестры, что я хочу сказать? Что жить нужно учиться. Учиться у нас сегодня с вами самая хорошая возможность. Очень трудно уже осознаться в этом, когда будет большая семья, когда уже нужно будет уже других людей учить, может быть, своих детей. Тогда уже очень трудно будет признаться в этом самому себе даже. Не умею я жить. У меня есть родственник один, и он достаточно такой, уверенный в себе молодой человек. Вот, но все-таки однажды он мне тоже сказал такую же похожую фразу. Говорит, представляешь, приехали до меня гости домой, а я, говорит, понял, что я гостей не умею принимать. Я не знал, что с ними делать. Друзья, вообще бывают в жизни такие моменты, в которых нам кажется, что это очень легко, но на самом деле, когда мы начинаем пробовать сами, это становится невероятно сложно. Я думаю, что сегодня здесь вот собрались не такие самонадеянные подростки с такими значками, не учите меня жить, а уже достаточно, достаточно взрослые люди для того, чтобы понимать, что жить надо учиться. И сегодня, братья и сестры, утешение для нас, что мы здесь не просто философию какую-то рассказываем, философию жизни, может быть, но мы учиться будем из Божьего Слова. И это должно быть для нас утешением, потому что это путь верный. Думаю, что немало людей, грамотных людей, мудрых людей, разочаровались в какой-то своей философии, жизненной философии. Я, даже, можно таких людей найти в Библии. Вот такой человек, как, например, Ахитофел, его совет люди воспринимали как совет Бога, то есть это очень мудрый человек был. Вот, я думаю, что многим из нас, может быть, захотелось бы с таким человеком посоветоваться, если бы он был нашим современником. Как строить свой бизнес, может быть, или как, в общем-то, относиться к той теме, о которой мы сегодня будем говорить. Но этот человек пришел в жизненный тупик. Мы не будем сейчас вникать в его жизнь, но я хочу сакцентировать на том, внимание наше, что мы сегодня будем читать из Слова Божьего, и что это путь очень верный. Учит ли Библия материальной стороне жизни? Да, дорогие друзья, Библия учит материальной стороне жизни. И мы с вами, прочитав этот текст, сегодняшний немножко вникнем в него. Здесь, я прямо так вот по тексту и хотел бы немножко разобрать. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Казалось бы, что такого сложного жить тихо, да? Ну, залез на печку тихонечко, вот, и отдыхай, и никто тебя не заметит, и жить будешь тихо. На самом деле, друзья, в практике жизни бывает не так. В священном писании, в притчах, я не помню точно текст, но процитирую достаточно точно. Написано так, иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Вот. И таких людей, в общем-то, немало встречают. Их называют мещане, таких людей, которые покупают себе иногда какие-то дорогие вещи, которые иллюстрируют их финансовое положение якобы. Но на самом деле за душой у такого человека ничего нет. В общем-то, это характерно молодому возрасту, вот, когда молодые люди или молодые девушки покупают себе, ну, позволяют себе покупать дорогие вещи. Вот. Вот. Например, дорогой телефон. Вот. Или какие-то, может быть, наряды дорогие, которые отличают человека, выделяют его из основной массы. Ну, у кого может быть средства больше, тот, может быть, каким-то образом, получается, у него купить себе, там, дорогой автомобиль. Ну, или не может быть не очень дорогой, но достаточно дорогой для этого возраста. Что, курица меня перебивает, да? Ну, у нее там в голове не очень много, поэтому она думает, что она умеет жить. Ну, хорошо. Братья и сестры, жить тихо. Вот у нас даже сейчас такой пункт. Жить тихо. Давайте мы постараемся жить, вот, тихо. И курица, кстати... То есть, она немного говорит, но ее все слушают. Да, да. Вот. Ну, вот она, кстати, не соблюдает то, о чем мы говорим. Мы призываем, чтобы тихо, она как-то не вразумляется. Жить тихо, это значит жить скромно. Вы помните того богача, который першествовал блистательно, да? Вот. Это был богатый человек из притчи Иисуса Христа и Лазарь. Вот. Я уже, может быть, говорил этот пример, но, в общем-то, хочу еще раз привести. В Краснодаре, не знаю, думаю, что не только в Краснодаре. Вот. Сейчас такая практика есть у людей, которые пиршествуют. Вот. Они, значит, пиршествуют. И уже когда время подходит ближе к 11 часам вечера, они начинают блистать. Вот. Ну, уже темнеет, вот, значит, выносят салют, стреляют. Вот. Это, значит, пиршествует блистательно. То есть, громко заявляют о себе. Это, в общем-то, заказывают там рестораны, свадьбы. Вот. И таким образом люди, вот, пытаются отличиться. Конечно же, все это дорого очень стоит. И таким образом люди не живут тихо. Вот. Это, наоборот, показывает громко жить, да? Недавно мне один знакомый мой, он директор агентства по недвижимости. Показывает журнал свой, там, значит, на одной из страниц во весь рост он изображен. Вот. Недвижимость в Испании. Вот. Ну, он, значит, дарит мне этот журнал, презентует так вот. Вот. И, конечно же, это ему делает определенную честь. Вот. И я думаю, что ему это приятно. Конечно же, друзья, в общем-то, я не за то, чтобы там нам рвать такие журналы, если нас кто-то сфотографировал. Вот. Но о принципах и о стремлениях к жизни. К чему человек стремится. Вот. К чему человек стремится. Вот. Один мой друг, он служил на Кавказе, не буду говорить, в каком народе. Вот. И он говорит, характерность этого народа такая, что, он говорит, денег, в общем-то, нет у человека, но он сделает все для того, чтобы купить себе BMW. Ну, он имел в виду молодых людей. Вот. Пусть она будет старая, может даже не ездить. Вот. Но, когда у него спросят, какая у него машина, он подготовится, сделает вступление и ярко отметит, что у него машина BMW. Это тоже не значит жить тихо. Но вообще жить тихо, это очень разумно. Вот. В 90-е годы, когда был распространен рэкет в России, то те люди, которые жили тихо, они, в общем-то, продолжают жить. А те, которые жили громко, да, вот, заявляли о себе громко, то бывало так, что жизнь таких людей прерывалась. Вот. Ну, я лично видел сожженные машины, вот, я жил в одном из районов Краснодара. Вот. Я лично видел сожженные машины, вот, сожженные ларьки, там, слышал слухи о том, как притесняли людей, те, которые пытались развиваться, как бизнесмены. Вот. И, братья и сестры, это тоже материальная сторона жизни. Если у тебя есть успех в жизни, если у тебя есть достаток, то этому нужно научиться. Просто так не получится. По природе человеку очень сильно хочется показаться. Ему очень сильно хочется сразу приобрести себе что-то яркое, что-то хорошее и красивое. И он обязательно убедит себя в том, что это ему очень нужно. Но Писание учит нас тому, чтобы мы жили тихо, чтобы мы жили скромно. И это будет благословением для нас. Это будет успехом для нас. Это принесет расположение наших близких. Вот. Я думаю, что вы заметили, да, когда человек очень ярко отличается социальным уровнем. Вот. То к такому человеку гораздо труднее как-то подойти, обратиться, подружиться с ним. Вот. В моей жизни был один пример такой, когда мой друг один, так случилось, что у него произошел такой достаточно резкий финансовый подъем. И мои друзья окружения, когда он приглашал на день рождения, они друг с другом переговорились. Да что ему дарить, у него все есть. Вот. И люди переживали, и некоторые даже не шли к нему на день рождения, потому что без подарка идти не очень, а принести какой-то подарок, ну, такой вот скромный, вроде как и такому человеку он и не нужен. Вот. То есть, если мы научимся жить тихо, будет, у нас будет всегда, я думаю, хорошее окружение друзей, вот. И люди будут относиться с уважением, даже если будет большой, ну, хороший финансовый достаток. Следующий момент, на который хотелось обратить внимание, это по тексту читаю здесь. Жить тихо, делать свое дело. Делать свое дело, братья и сестры, это очень полезно. Почему? Ну, возможно, для сегодняшней аудитории не очень актуальная будет мысль, но я все-таки ее хочу сказать. Вот среди нас достаточно много взрослых людей уже. Я недавно разговаривал с одним человеком, у которого есть свое дело, свой цех. Он ремесленник. И он мне рассказывает, делится со мной. Он говорит, ты знаешь, Коля, как хорошо, мой сын работает со мной. Выполняет работу, и он замечает за ним. Он мне так подробно рассказывает. Я смотрю, он так кропотливо относится, так старается что-то делать. А я вот, у меня хотя и маленький сын, но мне очень сильно хотелось бы, чтобы он тоже был со мной. Чтобы я мог, вот как здесь, на этой картине мы видим, да, вот такой семейный труд. Возможно, отец передаст сыну это ремесло. И сын сможет зарабатывать этим. Возможно, и нет. Возможно, и нет. Возможно, сын научится чему-то большему, лучшему. Вот, но ту возможность, чтобы прокормить свою семью, отец семейства, он предоставит своим детям. Он предоставит, вот, будущему поколению. Но я об этом много говорить не буду, потому что сегодня не семейные здесь собрались. Польза обществу от квалифицированной работы. Вот так я для себя сформулировал вторую пользу от того, если у человека есть свое дело. Вот, своим делом, если человек занимается. Бывает, человек берется не за свое дело. Я сейчас расскажу пример. Как-то я раз работал на одном объекте, и там были люди, которые, ну, каменную кладку делали. И делали так ее, что мне казалось, что я, никогда не держа мастерок и кирпич в руках, сделаю раз за четыре лучше, наверное. Вот, ну, я с ними разговариваю. Они говорят, мы иногда малярку делаем. Вот. Ну, а когда нет работы, даже кровлю беремся делать. Ну, а как-то я разговорился, вот, среди своих стоял, разговаривал. Говорю, у меня двигатель на машине, это надо делать капиталку. Один из них услышал, говорит, мы можем тебе капиталку сделать на двигателе. Я говорю, нет, спасибо, я найду других людей. Вот, значит, друзья, вот, когда человек занимается не своим делом, от этого пользы обществу нет. Вот. Ну, напротив, я больше хочу сказать, бывает даже вред. Потому что вот такой неквалифицированный труд, он может, в общем-то, привести к каким-то, не знаю, там, они которую стену ложили, я не знаю, до сих пор она стоит там, или, может, уже завалилась. То есть, очень хорошо, когда у нас с вами есть свое дело. Однажды Иоанне задали такой вопрос. Кто ты и какое твое занятие? Вот. Сможем ли мы сегодня ответить на этот вопрос? Есть ли у тебя свое занятие? Есть такие люди, у которых занятие, ну, общее такое занятие, деньги зарабатывать. То есть, он везде там, где рыбное место. Если сказать по-рыбацки, где клюет. Вот. Там вроде бы прибыльно, он туда. Там прибыльно, он туда. И в итоге у человека своего дела нет. И пользу обществу он принести не сможет, потому что он ничего не умеет делать хорошо. Друзья, я хочу сказать еще одну пользу, которая принесет нам, уже не обществу, а даже нам, если у нас будет свое дело. В притчах написано так. Видел ли ты человека, проворного, в деле своем? Говорю тебе, он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. Если у тебя есть свое дело, и ты в нем проворен, если ты это дело знаешь на высшем уровне, пусть это даже не самая престижная работа, я не знаю, какая на сегодняшний день юрист, программист, такие работы, которые, может быть, сегодня интересуют молодежь. Пусть это та же кладка кирпича, о которой мы говорили, но такого человека обязательно найдут люди знаменитые. Он обязательно, если он ее очень хорошо делать умеет. Обязательно такой человек, у него будет и заработок хороший, и работа у него будет постоянная, и уважение к нему будет соответствующее, и жизнь он свою сможет правильно построить в плане времени, в плане времени сможет жизнь свою правильно построить, потому что он будет знать свою работу от и до. Я, братья и сестры, этот пример говорю из своего опыта, ну, наверное, можно сказать печального, потому что я много работ поменял, и считаю, что так неправильно. Конечно, в общем-то найти, в этом есть какой-то смысл, если человек, ну, хочет найти себя в чем-то, но, в общем-то, желательно, конечно, определяться с этим быстрее, потому что если человек с более раннего возраста начнет профессионально заниматься каким-то делом и не будет перескакивать на рыбные места, как мы говорили, да, где клюет, вот, то тот человек сможет стать рано или поздно профессионалом в своем деле, и, я не буду повторяться, будет иметь успех. Работать, следующее, на что хотелось мне уже обратить внимание, это третье. Делать свое дело и работать своими собственными руками. Интересно, что я нашел еще один похожий текст, который записан в Ефесянам. «Кто крал вперед, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающимся». Однажды один человек хотел, значит, овладеть одной профессией, вот, сейчас это тоже очень популярно, много рекламы дается, вот, на бирже, значит, работа на бирже. Я сразу скажу, что я в этом слабо понимаю, но он советовался с одним человеком, ну, который, похоже, немножко больше понимает в этом деле, он с ним советовался, стоит ли заниматься этой работой, развиваться в этой роде деятельности. И он ему дал такой совет, он говорит, всякий труд, всякая работа, она должна приносить пользу человечеству, по крайней мере. Вот. И, то есть, от каждой работы, от нее должна быть какая-то польза. Я не знаю, братья и сестры, может быть, меня сможет кто-то поправить, вот, в этом вопросе. Но я знаю, что есть профессии не только неполезные, но есть профессии даже вредные. И вредные в самом плохом смысле, вот, какой можно только представить. Вот. Но если взять другие государства, то там развиваются такие профессии, как наемные убийцы. Вот. С самого детства детей приучают держать в руках оружие. Вот. В некоторых моментах даже заставляют стрелять в своих близких, быть безжалостными. Вот. Торговать людьми, вот, торговать женщинами, торговать детьми. И вы знаете, что это прогрессирует. И люди, они не чувствуют себя виноватыми. Это то, о чем вчера говорил Денис, вот, приводя пример за эту лягушку. То есть, это уже, ну, смертельные градусы, которые, в которых находится человечество. Смертельные для них самих, для этого общества. И они уже гибнут, уже гибнут народами, племенами. Вот. Но человечество продолжает развиваться, вот, в этих профессиях, которые абсолютно не приносят никакой пользы, а только сплошной вред. О том, о той профессии, которую ты собираешься выбрать, нужно очень хорошо подумать, приносит ли она пользу моим окружающим, обществу, церкви, человечеству, тебе самому. И потом сделать этот выбор. Братья и сестры, думаю, что работая своими руками, вот, мы понимаем, что смысл идет, ну, больше, может быть, о каком-то ремесле, да. Вот. Хотя кто-то со мной, может быть, не согласится и скажет, ну, а как же есть такие профессии, где человек, ну, не работает своими руками. Я не знаю, может быть, это связано, ну, с какими-то документами, сегодня есть там, ну, некоторые люди работают, связана работа с компьютером, вот, где нет, как мы говорим, физического труда. Я понимаю, что здесь Библия говорит вот о чем. Работать своими собственными руками. Один очень успешный человек, очень успешный человек, хозяин многих там магазинов, моему родственнику дал такой совет. Он говорит, что для того, чтобы самому стать руководящей личностью, для того, чтобы самому стать тем человеком, как мы говорим сегодня, который не работает тяжелым физическим трудом, вот, нужно от самого низа, от самого низа пройти все эти этапы. И вы знаете, друзья, я на самом деле, я знаю много людей, которые очень сильно развились в своем бизнесе, в своем деле, вот. И действительно, это были те люди, вот, которые от самых-самых низов, вот, они сами потихоньку проходили все эти этапы. Вот, это, как правило, люди успешные, это те люди, которые действительно могут руководить, это те люди, которых будут слушаться, их подчиненные, потому что видят, что этот человек разбирается в этом деле. У нас однажды я работал как-то на севере, вот, и один токарь мне рассказывает, говорит, подошел ко мне начальник цеха, дает мне чертеж, вот, ну, как бы человек с образованием, дает мне чертеж и объясняет, какую деталь нужно выточить. Объясняет, токарь не понимает, он начинает на него ругаться, вот. А потом он говорит, давай-ка свой чертеж, и я сейчас пойду главному инженеру с твоим чертежом. И он поймет, кого он поставил вот здесь с начальником. Вот, ну, тот, когда услышал такие слова, выхватил у него чертеж, разорвал его. Он говорит, абсолютно человек, ну, не знает своего дела и, ну, еще пытается, как бы, вот, кого-то учить. То есть это, определенно, подчиненным не будет нравиться. Братья и сестры, работать своими руками, своими собственными руками, это значит принимать прямое участие в том деле, которым ты занимаешься. Это значит находиться на том месте, которого ты действительно достоин, вот, которое по твоему развитию, твоим способностям, оно соответствует. Мы даже читаем в Священном Писании о Христе, что Он, быв искушен, может и искушаемым помочь. Для того Иисус Христос спустился на эту землю, чтобы самому пройти этот путь, земной, человеческий путь, иметь эту способность и сострадать, как первосвященнику, и принимать исповедание, и искушаемым нам с вами, которые впадают в эти искушения, помогать. И если ты хочешь быть начальствующим, если ты хочешь быть успешным, может быть, каким-то там бизнесменом, то нужно рукава закатывать и трудиться, и тогда у тебя будет в жизни успех. И ты придешь к тому креслу, может быть, о котором мечтаешь, естественным путем, вот, и люди к тебе будут относиться с уважением. Я работал однажды у одного, скажу, у одного армянина, как правило, вот, это, ну, люди такие, которые любят показать вот свое, то, что они нажили. Вот, и я с большим уважением отнесся к этому человеку. Я попал в его дом, мы устанавливали двери там, у него очень дорогие эти двери, каждая дверь стоит 50 тысяч рублей. Вот, и по дворе у него стояли очень дорогие машины, очень дорогие машины. Большой дом в престижном месте Краснодара, в таком районе. И я зашел в дом, увидел, смотрю, какой-то гастарбайтер там, вот, значит, штукатурку сбивает перфоратором. Ну, не обращая внимания, я занялся своим делом. А потом смотрю, этот мужчина переодевается в чистую одежду. Оказалось, это хозяин, вот этот армянин. Вот. Я начал какое-то дело тоже делать, он подбежал мне помогать, стал, значит, это делать. Я даже не понял, вечером уже, когда мы все закончили, всю работу, он, значит, пригласил нас, во-первых, на обед он распорядился, чтобы нас покормили. Вот, значит, жена его прислуживала там, и мы себя очень некомфортно чувствовали. Вот, и, значит, ужином тоже пригласил за кофе, усадил в свой кожаный диван, вот, нас вот таких вот грязненьких рабочих, предложил нам кофе, значит. И так вот завязалась беседа с ним, и он говорит, у меня сейчас большой-большой гостиничный комплекс на берегу Геленджика, вот. Он говорит, я все прошел сам, все строительство, я, все, что есть у меня, я все заработал сам. Сам строил, начинал с маленьких гостиниц, своими руками полностью, вот, и, значит, добился того, что уже теперь вот имею вот, ну, вот, вот такую большую гостиницу, вот, имею достаток хороший. Я, мне очень было, конечно, приятно, как этот человек отнесся к нам, это было для меня большим удивлением. Он, в общем-то, он относился ко мне как к равному, хотя он был и старше, и социальным уровнем намного выше меня, вот, относился не с пренебрежением. Видно, что это, у этого человека был успех в его делах, вот, в семье у него порядок, к старшим, смотрю, у него мать, вот, пристарела с ним отношения. И я подумал, что эта жизнь правильная. Очень многие люди сегодня мечтают, есть такая поговорка, ну, не очень приятная для слуха, вот, но мы ее все знаем, из грязи в князи, вот, так иногда людям хочется. Сегодня ты еще, ну, был никто, а может быть потом каким-то нечестным путем, или с помощью каких-то случайных обстоятельств человек поднялся, вот, и уже с пренебрежением смотрит на тех людей, которые, ну, не имеют такого достатка, как он. Вот, не будет такой человек иметь успеха. Братья и сестры, не нужно считать зазорным, чтобы поработать своими руками. Это неправильно. Библия нас учит, чтобы мы могли трудиться и трудились своими собственными руками. В заключение, я прочитаю 12 стих, это уже как вывод, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Я обращу внимание на вторую половину стиха, ни в чем не нуждались. Вообще, нужда, это не очень приятное состояние. Это вот можно сравнить с натянутыми нервами, вот, и, ну, со всем тем, что приносит нам дискомфорт. В притчах написано, если человек поспит немного, подремлет, то придет нужда, как человек вооруженный. То есть, это не прошенный гость. Это то, что не принесет радости, когда в дом придет вооруженный человек. Это принесет большую тревогу. Однажды один человек попросил на семейном общении у нас в Краснодаре, говорят, братья и сестры, помолитесь за меня. У него уже была большая семья. У меня, говорит, такая нужда плоская. Мне жить негде, у меня дома нет. Вот, а я ему говорю, а какая же это нужда плоская? Это, что ни на есть, духовная нужда. Потому что эта нужда, вот, она ложится бременем на тебя и на твою семью. Вот, и парализует многие отрасли твоей жизни, такие как служение, свободное время, уделение времени детям, семье. То есть, больше это похоже, знаете, как в Экклесиасте написано, а он во все дни жизни своей ел в потьмах, в великом раздражении, в досаде. Вот, вот такое состояние больше похоже, когда человек вовремя не обращает внимания на эту нужду. Когда человек строит свою жизнь не со словом Божьим. Вот, не так, как нас учит Господь. Даже касаясь материальной стороны. Нужда может быть не только в деньгах, нужда может быть во времени. То есть, человек этот недостаток, он может ощущать во всех отраслях. И этот недостаток может перерасти в такую хроническую неудовлетворенность. И она может продолжаться длиною в жизнь. Братья и сестры, для того, чтобы нас не постигло такое разочарование, не постигла эта нужда, как человек вооруженный, да даже мирские басни мы слышим, в которых рассказывается о стрекозе и муравье, когда стрекоза пела все лето, и оглянуться не успела, и зима пришла. Зима пришла резко. И разочарование было сильное. Поэтому у нас с вами есть возможность строить свою жизнь правильно. Строить свою жизнь в соответствии со Словом Божьим. И будет успех, и будет в свое время и заработок. И будет в свое время и уважение какое-то. И то, чего ты хочешь достигнуть. Только нужно терпение, прилежность к учебе, и ориентир с небом, чтобы Господь нас направлял на правильный путь. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.